Привет, друзья! Здесь Деметковый Юрий. Продолжаю рассказывать о том, что происходит в России, на мой взгляд, на текущий момент. А в России люди стали жить лучше. Более того, я скажу, что... Ну, многие говорили, что при Путине в России стало жить лучше. Это действительно так. Вот. Но сейчас и благодаря Путину люди стали жить лучше. И сейчас я поясняю, почему это так и чем все это кончится. Я знаю, что многие удивлены и скажут, Юра, ты что, с дуба рухнул, что ли? Посмотри, вокруг цены растут. Они бешено уже растут. И они продолжат расти, я вам говорю. Вот. Зарплата не растет, многие скажут. Она растет. На самом деле. Вот. Люди получают огромные деньги. Просто, если у вас зарплата не растет, а вы видите, что цены растут, просто вы не те люди. Вот и все. Вот и все. Как говорится, деньги в стране есть. И кто-то возразил там, говорит, где деньги? Нету денег. Они есть, у кого надо. У кого надо. Понимаете? А если у вас денег нет, то значит, вам не надо. потому что вы не те люди, которые интересны государству. Вот так. Итак, давайте попытаемся разобраться, почему растут цены, почему кредиты становятся все менее доступными, почему все это происходит, и почему люди по-прежнему продолжают брать кредиты, как бешеные, потому что, ну, они, наверное, хорошо живут, и думают, что отдадут кредиты, и что так же хорошо будут жить в будущем, очевидно, да, когда человек берет кредит под все большие проценты. а не думают, что придется расплачиваться горько, ну, что кредитная яма и так далее. Это все на потом. Смотрите. И вроде бы, кажется, вот как-то вот задним умом мы понимаем, то есть многие догадываются, что где-то там идет специальная военная операция, вот, где-то кто-то воюет, Россия, как всегда, побеждает, естественно, она не может не побеждать, но почему-то вот цены растут, и есть ли связь между этим? Ну, как-то вот с задним умом понимаешь, что вроде она есть, а какая связь? В чем она? Почему? Почему Набиулина постоянно повышает ставку Центробанка? зажимает деньги, а цены растут все равно? Ну, смотрите, что такое инфляция? инфляция – это ну, обесценивание, грубо говоря, национальной валюты, и это вызывает рост цен инфляции. Каким образом она вызывается, инфляция? Почему она происходит? Ну, нас, по крайней мере, учили о том, что инфляция вызывается безудержным ростом денежной массы, то есть, когда Центробанк печатает деньги и просто раздает, и просто раздает. вот, и как это происходит? Смотрите, каждый правитель, который приходит там, в страну, и там, ну, выборы какие-то происходят, да, что обещают перед выборами любой руководитель. Что он прям будет вот весь за народ денно и ночно как раб на галерах трудиться для того, чтобы сделать жизнь людей лучше. Казалось бы, что может быть проще? Что нужно людям? Ну, как бы, чтобы денег побольше и все. поэтому самый простой вариант это напечатать деньги и раздать людям. Что такого-то вообще? Вот. Поэтому вариант ушли многие люди много раз, многие президенты. Здесь ничего нового нет. Вот. Ну, скажем, самый яркий пример это Германия после Первой мировой войны там популисты пришли и начали печатать деньги просто и раздавать людям. И к чему это привело? К бешеной инфляции. Просто вот к бешеной инфляции. потому что печатают деньги, раздают людям. Товара вот этого больше не становится, денег стало больше, поэтому тут же моментально растут цены, если это рыночная экономика. Если не рыночная экономика к Советскому Союзе, то дефицит возникает, никуда не денешься. Вы помните, в Советском Союзе цены не росли, но был дефицит. Отпустили цены, они резко выросли в три раза, зато появились товары, все взаимосвязано. Вот, и мировая экономическая наука уже давно ну как бы это отследило эту связь и говорят, что нельзя печатать необеспеченные деньги, нельзя их просто так раздавать, потому что иначе будет рост цен, инфляция. Вот, и как бы ну совершенно очевидно, там есть все взаимозависимости между там М2 такой показатель Центробанка есть количество денег вот и ценами и уровнем цен и естественно естественно все Центробанки за этим следят да это как бы совсем недавно ну в Зимбабве например да президент пришел но он не знал про Веймерскую республику и не знал ничего про экономическую науку он сказал что проклятые колонизаторы эксплуатируют африканский народ и поэтому их надо выгнать и африканский народ заживет хорошо потому что колонизаторы все деньги качают свою колонию или там метрополию вот а соответственно простым зимбабвийским гражданам ничего не достается давайте мы их выгоним выгнали вот и он сказал теперь мы заживем хорошо поэтому я напечатаю денег и всем раздам ну вы знаете что шнобелевская премия вручается вручалась в зимбабвийских долларах там какие-то триллионы люди получали от этого лучше жить не стали стали жить хуже сильно когда они опомнились и типа уже начали молиться чтоб вернулись колонизаторы и снова их начали колонизировать ну в общем было поздно вот чем все кончилось зимбабве ну они просто отменили валюту национальную и перешли в доллары чего уж там мучиться как центробанк борется с этим ну центробанк очень наблюдает за количеством денег в экономике и когда количество денег становится в экономике слишком много он просто зажимает их современная монетарная наука говорит что зажимать деньги можно ну там несколькими способами например там в Китае зажимают другим способом не так как принято во всем там западном мире наша набиулина делает так как принято во всем западном мире она повышает ставку центробанка она повышает ставку центробанка соответственно деньги становятся дороже потому что зажимает вот соответственно растет растут ставки ставки по депозитам потому что деньги стали дороже банки готовы платить за эти деньги больше и растут деньги по депозитам по кредитам потому что что такое кредит кредит это разница между депозитом и грубо говоря кредитом потому что банки зарабатывают на том что дают деньги людям в долг причем чужие деньги как правило это государственные деньги деньги центробанка ну в том числе да деньги вкладчиков и ну деньги вкладчиков и в том числе вкладчиков в депозиты ну в основном это деньги предприятий конечно которые открывают расчетные счета в банках для чего это делает центробанк ну для того чтобы люди перестали брать кредиты потому что как с ними бороться еще вот такой высокой процентной ставкой человек подумает прежде чем брать этот кредит а сможет ли он отдать это во-первых во-вторых центробанк прежде чем выдать кредит человеку он тоже должен подумать а сможет ли этот человек вернуть эти деньги потому что как бы если человек не вернул деньги это потеря банка который выдал этот кредит необеспеченный вот поэтому кредиты становятся менее доступными менее доступными кроме всего прочего кроме того что кредиты становятся менее доступными для граждан эти же кредиты становятся менее доступны для компаний для предприятий для производителей если производитель например хочет ну купить какое-то оборудование это кредит надолго потому что ты покупаешь оборудование потом пытаешься ввести его в эксплуатацию это долгий процесс вот потом потихонечку значит это оборудование начинает работать и давать отдачу и за счет этой прибыли возвращается кредит вот чем больше ставка по кредиту тем либо дольше надо работать для того чтобы оборудование отбилось либо повышать цену поэтому и цены повышаются вот то есть это тоже механизм повышения цен и поэтому да по повышенной цене иди-ка попробуй продай свою продукцию поэтому либо цена повышается либо кредит не берется то же самое то есть предприятие начинают меньше брать кредиты вот так а зачем а зачем брать кредиты если его не сможет предприятие вернуть а там кредиты не то что у населения там большие суммы вот то есть смотрите центробанк ставкой сдерживает кредитование но при этом страдает производство которое задыхается и которое тормозится то есть повышенная ставка кредитования тормозит экономическое развитие поэтому задача центробанка сбалансировать все так чтобы и цены не росли и и экономика развивалась чтобы в экономике были деньги вот ну в здоровой экономике в принципе весь этот механизм работает нормально а что происходит с российской экономикой с российскими деньгами так вот смотрите когда я говорил что деньги в стране есть но они у кого надо стране а у кого не надо у того не просто их нет а их еще и отбирают потому что ну как бы важнее считается сами знаете что вот именно поэтому все так и происходит смотрите есть в стране уже как бы ну две экономики можно сказать есть экономика военная и есть экономика обычная нормальная экономика страны так вот в обычную нормальную экономику обычная нормальная экономика получает что повышенные ставки кредитов невозможность получения денег там зажимаются деньги соответственно руководители предприятий таких что делают ну если кому-то совсем не в моготу может и закрыться либо тормозит развитие предприятия своего потому что а зачем я например так просто свое закрыл производство все отдал на аутсорсинг и счастлив вполне моя компания стала сразу если в начале ну до этого она была убыточной понимаете генерировала убытки ну я решил просто закрыть производство нахрена платить за аренду там зарплату людям и так далее людей нет аренды нет вот сколько есть реализация за столько и плачу на аутсорсинг а людям за то что они сидят на рабочем месте и нихрена не делают я не плачу потому что нету людей вот и за аренду не плачу которая все время повышалась повышалась и в результате я стал платить за аренду и так многие делают зачем вот потому что то что деньги стали дороже была инфляция ну после Крыма это началось там доллар вырос в два раза у меня сразу стоимость расходных материалов и комплектующих выросла в те же самые два раза потому что все это импортное а реализация российская поэтому мои доходы сразу хопа начиная с Крыма грохнулись люди говорили мои которые сотрудники выкарабкаешься я говорю нет ребята это надолго ну я оказался прав так вот есть вторая экономика которая абсолютно вот абсолютно фиолетово какая там ставка вообще откуда взять деньги то есть у них этих проблем нет деньги посылают как вы знаете Аллах да как вы слышали то есть деньги падают просто сами причем авансом в начале года за ту продукцию которую они еще не выпустили и продукции то это можно назвать с натяжкой вот пожалуйста выпускайте вот вам деньги чем больше выпустят тем лучше нанимайте людей пусть работают в три смены вот и там речи как вы понимаете о кредитах не идет это деньги просто просто выделяются выдаются широким жестом вот кроме того деньги выдаются людям которые идут заключают контракт с министерством обороны вот у нас там контрактная армия вы знаете да вот и все получают достаточно большие деньги кто эти люди вот ну вы понимаете те которые работают на предприятии предприятия и компании которые получают деньги в неограниченном количестве это компания военно-промышленного комплекса у них там все хорошо все зашибись все проблемы их ну пытается государство решить столько денег к ним никогда не шло работают в три смены люди соответственно там получают повышенные деньги вот они вам деньги вот с другой стороны значит есть военнослужащие которые идут воевать кто эти люди так и почему они идут воевать ну потому что они там кто идет ну не секрет что идут в основном люди которые никогда и не мечтали о таких деньгах больших ну как Путин сказал говорит на встрече с так называемым матерьми военнослужащий говорит ну какая у них перспектива там нажраться и утонуть собственной блевотине а тут вот есть возможность умереть за меня я деньги дам за это ну соответственно люди идут и получают за это большие деньги сколько их там ну на самом деле те которые воюют их там совсем немного их совсем немного там ну в масштабах страны там ну говорят там армия в миллион вот есть сомнения там чуть поменьше кажется вроде там ну не чуть поменьше даже 600-700 тысяч ну они то есть это с одной стороны да и это люди в основном которые которым нужны деньги причем по зарез потому что они страшно в кредитах все там платить нечем и так далее и люди идут ну никогда они таких денег не видели и вот она счастье а теперь берем и просто умножаем эту цифру людей там ну скажем там миллион 600-700 тысяч на 3 примерно потому что у каждого кто там на фронте зарабатывает деньги есть есть еще близкие которые ну как бы вот заинтересованы в этих деньгах не меньше а даже больше чем сами эти военные солдатики контрактнички потому что вот вот сейчас говорят что там большинство из этих военнослужащих российских там они там тупые значит там преступники значит им только нажраться вот как сказал наш президент и утонуть в блевотине нет это не так конечно как и всюду большинство людей нормальные большинство людей думают о том как помочь своим прежде всего своим близким своим родным и они ради этого пошли для того чтобы были деньги на лечение матери на воспитание детей на то чтобы дети нормально одевались нормально жили для этого нужны деньги и они получают эти деньги там как окрашены эти деньги это другой вопрос это не так важно вот кто-то идет бандит и кто-то идет воевать это и те и другие деньги не очень хорошие ну когда воевать тебя по крайней мере родина посылает и кажется убеждает что ты воюешь за интересы России ну как бы чушь не пойди то за родину мать ее вот поэтому деньги идут причем смотрите эти люди например получали там ну скажем 20 тысяч где-то там в глубинке да а тут получают 200 тысяч то есть смотрите количество денег на каждого из этих человек выросло ну в 10 раз грубо говоря да то есть вот и умножаете скажем 700 тысяч на 10 это уже 7 миллионов вот такое количество людей ну как бы повысилась зарплата ну вернее денег на такое количество людей выделено то есть ну как бы люди стали жить хорошо лучше вот именно в этих отдаленных районах ранее депрессивных и идет процесс выравнивания просто экономического выравнивания эти районы были депрессивные там не было ни работы ни перспектив никаких сейчас там они завалены работой ВПК работает в три смены люди где нет ВПК получают деньги за своих бойцов жены значит просто мечтают чтобы некоторые чтобы мужа побыстрее угробили чтобы успеть получить гробовые и успеть второй раз выйти замуж и снова нового послать буквально объявления были выйду замуж за защитника отечества вот то есть это все есть и вот эти деньги они абсолютно не подконтрольны центробанку естественно это деньги откуда идут это деньги которые были отложены в старые времена когда в Россию деньги текли потоком когда пришел Путин и деньги в этот момент выросла нефть и деньги потекли в Россию до Путина Россия была вся в долгах деньги текли широкой рекой очень быстро Россия рассчиталась с долгами и чем начала заниматься я в это время занимался ну я был предприниматель и я думал что я очень верил в то что ну руководство в России грамотное и что как только Россия рассчитается с внешним долгом с парижским клубом там и так далее и так далее оно начнет заниматься собственным производством чтобы быть независимыми от импорта понимаете вот этим самым импортозамещением ну а в это надо вкладывать огромные деньги в переоборудование во все в совершенствовании технологии это стоит денег закупка нового оборудования то есть именно это надо спонсировать я на это и рассчитывал на самом деле ну государство решило иначе оно решило Путин решил пойти по более легкому пути во первых повысить зарплату бюджетникам чтобы они не верещали повысил они не верещат до сих пор благодарны ему вот повышал пенсии ускоренно ну что тоже надо потому что пенсионеры получали совсем мало и единственная отрасль которую он усиленно начал развивать это строительство я занимался полиграфией а не строительством поэтому как бы мне от этого куска ничего не досталось ну и огромное число денег вы знаете просто тупо разворовывалось вкладывалось в офшоры в зарубежную недвижимость в элитную недвижимость детей туда посылали за границу все как ни странно руководители страны вот как бы так все кто близко к власти стремились детей послать туда ну к чему это привело к тому что ну как бы я думаю ну хорошо власть решила такой путь избрать что целиком садимся на импорт пока есть нефть будем покупать импорт и на эти деньги жить ну тоже вариант почему нет ну пока деньги не кончатся в принципе это было достаточно сбалансировано жили долго хорошо вот и ну при этом промышленность не развивалась отечественная мы развивали все что угодно только не родную промышленность там южнокорейскую например да южнокорейские товары покупали американскую все что угодно люди все в импорте естественно а это стимулирование импортного производства а не российского кредиты опять же на что берутся чтобы простимулировать импортное производство иностранное производство не наше не родное ну хорошо выбрали такой путь полную зависимость от импорта и после того как Россия впала ну как бы на максимуме в зависимость от импорта он решает начать специальную военную операцию то есть все это грохнуть ну нормальное такое решение да я вот не знаю так было задумано с самого начала то есть на кого он работает вот или так получилось я думаю что так получилось на самом деле я думаю что так получилось и он вообще не думал о стране он не собирался ее уничтожать я убежден в этом он просто ее не думал ну так так получается что да что там страна нахрен она нужна главное о себе думать вот так и о своем благосостоянии а свое благосостояние зависит от того ты находишься у власти или нет ну соответственно поэтому чем дольше ты находишься у власти тем дольше будет твое благосостояние и наоборот как только ты уйдешь твои же личные условия станут заметно хуже возможно из апартаментов переместиться из этих самых из дворцов можно переместиться и в тюрьму как вы знаете да что тоже происходит регулярно в последнее время так вот откуда берутся деньги на которые вот этот праздник жизни продолжается деньги накопленные был так называемый резервный фонд вы знаете его уже нет там деньги кончились был фонд национального благосостояния для чего он был создан если в России наступят трудные времена там нефть упадет в цене или что-то еще то значит финансировать бюджет можно из этих денег фонд будущих поколений вот сейчас произошло что-то еще нефть не подешевела но произошло что-то еще просто тупо расходится расходуется фонд национального благосостояния благосостояние остается на месте за счет этого фонда но фонд тает на глазах и кажется в следующем году он закончится откуда еще берутся деньги ну смотрите финансирование всей этой специальной военной операции оборонки и так далее происходит за счет бюджета вот в бюджет деньги поступают за счет нефти и они распределяются по статьям бюджета и если раньше ну на оборону тратилось там 3-4 процента может быть я не знаю сколько то сейчас говорят там от 7 до 10 процентов тратится вот на эти нужды расходы на силовые структуры на закрытые структуры на ведение военной операции выросли уже ну многократно за это время то есть за последний год там они на 70 процентов выросли до этого еще на 30 там по-моему два года подряд то есть ну минимум там в 2-3 раза они выросли в процентах то есть в бюджете заложены статьи ну скажем медицина здравоохранение и скажем так инфраструктура там заложены деньги статьи вот эти статьи которые так называемые социальные ну скажем образование ну вот вы вкладываете в образование деньги да когда эти люди когда эти деньги вернутся когда люди пройдут этот самый процесс образования то есть закончат школу потом поступят в институт а потом значит после института практика какая-то там стажировка и эти люди начнут наконец приносить то ради чего вкладывало государство в них деньги вот ну не скоро то есть ну как бы этот процесс отложенный и сейчас если там зарубить деньги на образование на науку то соответственно страна почувствует этот эффект ну так лет через 10 что умных то в стране не осталось вот а чтобы их стало еще меньше можно развивать развязать специальную военную операцию а чтобы дополнить этот процесс можно ловить ученых и сажать их за измену за шпионаж там какой-то и так далее и сейчас в России надо быть идиотом просто чтобы мечтать стать ученым мечтать стать каким-то ну высококвалифицированным даже сотрудником казалось бы да потому что ну че дурак что ли вот кому ты нужен да никому ты не нужен да тебя еще могут и упечь значит это самое лет так на 16 за измену родине там и за это самое вот ну это во-первых во-вторых все-таки образование заставляет людей думать а когда люди начинают думать они начинают понимать что власть ведет не туда вот и нахрен такие люди власти нужны бараны а не люди вот бездуманные которых можно послать куда хочешь там на убой страшных количествах лучше если это бесплатно но сейчас вот как бы не бесплатно это уже хорошо вот доживем это бесплатно это будет мобилизация когда денег кончится сейчас пока инфляция ярче всего проявляется инфляция в выплатах добровольцам если вначале обещали 600-700 тысяч ну там как бы сколько там обещали по-моему 200 тысяч в месяц за время нахождения на службе в зоне боевых действий и там что-то 200 или там 300 тысяч ну подъемными сразу от государства государство как всегда начинает ставить план по регионам регионы стремятся выполнить этот план и говорят ребята идите будете получать 200 тысяч и 200 тысяч подъемные единовременные выплаты ну как бы шли люди когда людей за 200 тысяч стало мало за 300 стали повышать региональные надбавки появились и тут конечно понеслось там значит кто-то говорит там 600 тысяч 700 я больше вот ну Москва самый богатый регион она говорит приезжайте из своих там этих отсталых регионов в Москву идите в московский военкомат мы вам выплатим 700 тысяч зачем вам идти в якутский военкомат который заплатит вам 400 якутский военкомат нам тоже план надо выполнять ну и понеслось вот и здесь уже вообще ну так сказать доходит до смешного те кто люди вот эти вот которые хотят блин хочу пойти значит там денег много дают я ради денег хочу пойти воевать убивать людей ну я не сейчас пойду а чуть попозже потому что если бы я пошел полгода назад я получил бы там 400 500 600 тысяч а сейчас уже в Москве миллион 700 дают вот дай-ка я подожду когда будут два с половиной давать подъемные это же еще круче то здесь инфляция как раз в полной мере видна в Москве уже миллион 700 подъемных за счет этого Москва дает план как бы все хорошо причем так многие предприятия просто откупаются потому что никто не хочет своих ребят посылать которые нужны вот такая ситуация все это ведет естественно к тому что отдельные люди начинают получать не просто много а очень много и это деньги не обеспеченные пустые деньги не обеспеченные деньги в экономике ведут к чему к росту цен что мы и наблюдаем инфляция что будет дальше ну как бы чем больше не обеспеченных денег чем дольше все это будет происходить тем тем как бы будет больше расти цены есть еще один эффект есть отрасли которые не связаны с оборонкой с военным делом но люди то не дураки если скажем человек получает там 20-30 там тысяч а ну как бы гражданское производство которое сугубо гражданское которое производит продукцию для людей которые не связаны вообще никак с военной областью у них что лучше что-то стало вот но только что цены можно повысить это не сильно на выпускаемую продукцию вот поэтому с какого перепуга они будут повышать зарплату людям и наблюдается отток люди говорят если ты мне не повысишь зарплату я уйду и уходят я просто знаю уходят люди туда где больше платят это логично сейчас вообще рынок труда полностью поменялся если раньше рынок труда был рынок работодателя я например даю объявление о приеме на работу кого-то и мне на эту вакансию ну там человек 30 записывается там телефон обрывается вот и я выбираю кого бы я взял на работу за какие-то жалкие 30 тысяч а зачем платить больше если желающих много сейчас ровно наоборот ситуация на многих предприятиях нехватка рабочей силы вы знаете бешеные ну объявления обещают бешеные зарплаты куда деваться то есть тебе либо закрывать предприятие либо повышать зарплату соответственно здесь тоже зарплата растет вот либо люди уйдут вот имеется отток короче говоря это тоже сильно ну тормозит как второй фактор первое это кредиты стоимость кредита второе это вот стоимость рабочей силы которая тоже растет к сожалению для тех кто ее платит вот ну а как бы что касается вас простых людей которые от этого куска не получают ну как бы радуйтесь пока зарплата растет причем почему она растет ну потому что что такое предприятие вынуждены повышать опять же цены за свою продукцию вот индексировать их как-то я тоже регулярно индексирую вот в этом году уже ну сколько два года уже не индексировал но предыдущая индексация была на 20% я просто клиентам сказал ребята извините цены выросли на 20% они говорят а что так дорого что так много я говорю ну как бы материалы выросли с началом военной операции скакнул доллар ничего не могу сделать доллар вырос на 40% я говорю я поднял цену на 20% он говорит что это неправильно там и так далее и так далее ну куда ты денешься будешь платить он платит вот два года не повышаю и стал я выпускать продукции больше ну как бы моя продукция зависит от спроса сколько заказчику надо столько я буду выпускать вряд ли больше теперь смотрите какая цепочка я вот производил ну и сейчас в общем продолжаю полиграфическую продукцию основная продукция это этикетки я печатал этикетки у меня я покупал оборудование за свои деньги не кредитные кредиты мне никто не давал сначала в начале не давал потому что типа а ты не вернешь ты предприниматель у вас сегодня пусто завтра густо это правильно вот ну а потом когда начали давать я говорю а мне уже не надо у меня это оборудование просто не отобьется на аренде да и вообще зачем зачем мне это надо если мне проще закрыться например что я и сделал закрою производство и все вот потому что для того чтобы производить больше продукции за единицу времени это называется производительность труда для того чтобы росла производительность труда надо покупать оборудование если растет производительность труда то как бы если выросла например выпускаемая продукция скажем при тех же ценах выросла на скажем 40 процентов количество продукции а когда новое оборудование кратно, просто в 3 раза может увеличиться продукция был бы спрос вот то соответственно почему мне не повысить зарплату людям то есть эта зарплата будет обеспечена потому что она обеспечена повышением производительности труда, понимаете то есть производительность труда люди стали выпускать больше продукции потому что ну более новое оборудование соответственно почему бы не платить такие деньги людям без проблем но этого не происходит оборудование старое сейчас у меня производительность труда резко выросла потому что у меня работало ну там в самые лучшие времена 20 человек представляете, да 20 человекам платить зарплату сейчас у меня работает 2 человека в 10 раз я сократил людей то есть работаю я в принципе и есть макетировщик который работает на дому то есть я полностью сократил производство значит не плачу за аренду не плачу зарплату людям то есть 2 человека на много ли упала выпускаемая продукция да нет собственно говоря у меня был основной большой заказчик один ну и там несколько мелких собственно на них и держалось все они продолжают заказывать в том же объеме то есть объем выпускаемой продукции не снижается где она производится ну я отдал на аутсорсинг то есть я не плачу аренду сам не плачу значит там за электричество сам за отопление арендуемых помещений сам не плачу ну при этом плачу ребятам которые производят эту продукцию что произошло у ребят у них оборудование больше стало нет не стало они как работали вдвоем так и работают производят эту продукцию когда им нужны рабочие руки то есть не справляются ну у них есть куча там надомников значит куча всяких людей которых они призывают на временную работу временную работу выполняют и значит досвидос вот как правило это родственники ну получают деньги за это хорошие то есть у ребят количество выпускаемой продукции резко выросло ну там не в два раза но так хорошо в общем выросло за счет того что я им отдал свои заказы таким образом вот конкретно вот если брать группу из двух предприятий это моя компания и компания ребят которые выполняют работа на аутсорсинге их несколько вот то конкретно вот в этой замкнутой группе в принципе производительность труда увеличилась за счет чего за счет сокращения персонала такой механизм а по другому и быть не может а если повышение выплат по зарплате происходит без увеличения производительности труда то это называется необеспеченные деньги которые к чему ведут к инфляции в масштабах страны вот так поэтому я надеюсь что я объяснил этот механизм ну а о том как бороться с инфляцией наверное я поговорю попозже потому что это очень важный момент сейчас вы получаете деньги огромные деньги и надо понимать что эти деньги закончатся наступит черная полоса и надо как-то жить при этом надо сохранить деньги как сохранять это огромный вопрос это огромная наука я постараюсь акцентировать на этом в ближайшее время на сегодня все лайк подписка до встречи с вами был Демитков Юрий надеюсь что это видео было полезно с вами был Демитков